запись пошла запись идет таким образом дорогие друзья сегодня хотелось бы с вами остановиться на следующих вопросах но начнем как всегда все по порядку мы за землю сегодня в ответе скажут спасибо завтра послезавтра нам дети дети наших детей давайте это не будем забывать это более спокойно звучит чем строй скорей спасать планету но тем не менее это рабочий рабочее как бы высказывание оно должно нас всегда наводить на конструктивное размышление а что самое главное на действие поэтому вопросы на сегодняшний вебинар который я хочу затронуть мы снова на выставке но и что тут важного значит ну вот у нас в чате целевые проекты Вячеслав Крикун если я не ошибаюсь из Минска он побывал на выставке сделал прекрасную фотографию выставил их все порадовались ну а что у нас там важного вы посмотрите это фотография не из выставки из Минска я повторю ее я раз уже ее показывал это в Таллине здесь видно сейчас я возьму стрелочку здесь прекрасно видно как у нас бегал теперь уже бегал по улице по определенному участку бегал беспилотный так называемый робот маленький автобусик но там тем не менее человек сидел проблем возникло очень много было отгорожено видите здесь было отгорожено как бы трамвайной линией еще и столбиками чтобы туда никто не заезжал не мешал бы этому автобусу ездить ну в общем проблем много тем не менее шоу показали автобусик убрали посчитали и прослезились поэтому это все хорошо но это дорогие друзья кроме электромотора там или системы мотор-колесо все позавчерашний день даже в принципе мотор-колесо вчерашний день но главное в каком исполнении он показан теперь а прежде чем мы еще перейдем дальше сейчас одну минуточку вернусь еще коль я уже начал тему значит вот фотография с выставки здесь трех модульный из трех модулей видите состоит юнибус он уже называется иначе юникар ну есть такое название пока пока тут упражняемся в конце концов закончится полностью сертификация утрясутся и названия которые будут использоваться в производстве и в общем-то в обозначении тех объектов транспортных или скажем средств передвижения вагонов можно так назвать в какой-то степени их название прекраснейшая вещь я видел этот этот юникар когда он стоял в цехе вот здесь уже он полностью собранный но очень прекрасное впечатление кроме того что он еще обладает и массой хороших качеств что это за качество дорогие друзья смотрите обращу ваше внимание что можно восторгаться видом но давайте восторгаться и содержание снаряжен так теперь смотрите вес ладно полная 6 тонн габаритные размеры неважно число пассажиров здесь 18 мест для сидения 18 видите уже там были 14 где было 3 для сидения а 11 или по-моему 11 или 12 были для стояния здесь все 18 для сидения скорость та же самая 150 вот что самое важное мне потрясает я тут недавно давал интервью и у меня переспросили значит в Эстонии вы не ошиблись на порядок я говорю нет я точно сказал я рассказывал о том какие параметры у грузового грузового юнибуса или скажем у юнитрака и здесь посмотрим что здесь при скорости 50 км в час это всего лишь только значит потребление мощности в одну это 7,6 киловатт час но посмотрите топливо жидкого фасильного топлива здесь 1,9 литров на 100 километров 1,9 литров то есть это мощнейший 18 человек представьте да и теперь сравните со своими машинами которые вы имеете сколько они на 100 километров потребляют топливо а здесь топливо не потребляется а так называемый эквивалент использования энергии которую для выработки этой энергии которая передвигается 100 километров в час 2,75 литра и 11 киловатт часов и при 150 километрах 4,5 вот и это очень серьезные цифры правда тут у этого юникара достаточно высокий показатель 75 децибелов это шумовой показатель но это пока на этом уровне сейчас поэтому юникар у 4,430 он такой есть какой он есть электропитание и так далее там значит что еще интересно что смотрите интервал безопасного безопасный между юнибисами он как и есть 2 секунды но скажем так при движении со скоростью уже 40 километров в час это 50 метров между ними будет расстояние и это понятно что это очень серьезные цифры дорогие друзья поэтому остается только гордиться радоваться всему этому делу теперь я вернусь обратно это по выставке теперь я вернусь обратно к высказыванию которое или вернее к комментариям потому что было показано вебинар назад 28 28 сентября значит проскочила информация что а вот Маслов говорил что уже должно быть собрано под инвестицией 86 миллионов долларов дорогие друзья давайте вот значит когда-то мне когда учился в школе мне дедушка говорил слушай внучок ты когда смотришь в книгу видите то что там есть а не смотри на фигу поэтому я тоже я прошу прощения за такое может быть какой-то степени грубое сравнение но тем не менее надо смотреть я сам грешу иногда тем что не все вижу но обращаю ваше внимание абсолютно по-доброму должно было поступить я говорил потом в тексте но по интернету пошла уже пошел значит разговор что Амасло там сказал что вот видишь 86 миллионов долларов уже собрано США откуда у нас скажем так мы сделали эти работы которые предполагали предполагали первый с первого по девятый этап предполагали привлечение 73 5 миллиардов акций для залога под инвестиции 86 миллионов долларов США это не значит что 86 миллионов долларов легло и поступило работы были сделаны на недофинансировании большинство работ было сделано большинство работ понимаете и по причинам отставания у нас скажем так от бизнес-плана в какой-то степени даже поэтапно нет отставания но отставания в какой-то степени по времени а временной фактор самый ну какой бы учитываемый фактор риска вот по этому фактору у нас идет сейчас подготовка высокоскоростной транспортной структуры мы знаем я не буду повторяться почему как как это ну каковы причины причины они абсолютно реальные причины они не критические они все преодолены и работы сейчас ведутся абсолютно в плановом порядке поэтому повторюсь и пойдем дальше будьте добры понимайте правильно это должно было быть финансирование 86 миллионов долларов оно меньше это мой прогноз таков что ну не буду высказывать что потом не говорили о масло сказал значит если это головная компания не не фиксирует у них свое представление об этом есть скорее всего или Бабурин или же Юницкий при необходимости об этом скажут но обращу ваше внимание что впереди исходя из этих расчетов у нас осталось залоговых акций 17 миллиардов это же значит вот первое высказывание это значит что и здесь у нас несколько больше и здесь несколько меньше использовано понятно да потому что эта цифра у нас не выбрана то есть не обеспечена инвестиций столько и здесь она тоже может быть или такая или меньше или чуть больше но скорее всего меньше потому что мы здесь тоже сделали целый ряд ну как бы сэкономили рациональных предложений целый ряд это уже и от производства и по производству и в первую очередь по высокоскоростной трассе я повторюсь но тем не менее большинство с вас скорее всего это не слышали что высокоскоростная трасса предполагает для сертификации наличие как минимум 45 километров длины самой трассы при всех существующих возможных технических средствах для сертификации это значит для разгона 15 для прогона или езды со скоростью 500 километров в час и для торможения и гашения скорости еще 15 километров и сертификация различных там ну или вернее фиксация различных показателей та система мотор-колесо и главная система автоматики которая обеспечена автоматики именно чего управление электромагнитными потоками мотор системы мотор-колесо и всей транспортной системы подачей ток скажем электричества позволяет это осуществить условно говоря мы говорили о 16 километрах выяснилось чтобы на 500 километров в час нужно 22-23 километра поэтому возьмите отнимите от 45 километров 23 ну ладно 25 километров вы получите 20 километров умножьте среднюю стоимость одного километра строительства трассы одного километра возьмем даже хотя бы 2 миллиона умножим 20 на 2 миллиона 40 миллионов мы уже сэкономили то есть отсюда можно значит ну скажем не совсем отсюда от общей суммы 236 миллионов 40 миллионов мы можем уже снять то есть уже 190 осталось вот начинаем счет вести целый ряд еще есть экономий и это значит что и инвестиции будут не такие поймите правильно не надо гоняться ну скажем с методичностью умного бухгалтера за всеми цифрами главное друзья понятие самого процесса и его весомости значимости и уровня то есть на каком уровне порядка поэтому вот я еще раз вернулся к этому моменту и считаю что это не напрасно чтобы не было у нас какой-то болтанки в интернете и ссылок ну скажем на недопонимание или благодаря недопониманию видать я тоже не совсем здесь был не совсем акцептировал этот момент идем дальше так и таким образом следующий вопрос у нас смотрим что у нас там следующий вопрос следующий вопрос Skyway и Грузия я с радостью вам сообщаю вы уже многие сами догадались кто присоединились сейчас увидели вернее поняли что я в Грузии репортаж веду из репортаж это как спортивный комментатор вебинар я веду из гостиницы в Тбилиси завтра очень такой напряженный день завтра будет и сама конференция и встречи будут очень важные встречи но обо всем по порядку и так Skyway и Грузия Тбилиси Батуми Анаклия ну пошли дальше посмотрим значит так Валерий прокомментирую про реструктуризацию акций перед тем как начнутся Виктор Бабунбуш мне объяснил что такое реструктуризация что это значит для инвесторов спасибо вы понимаете а где он об этом говорил вы имеете ввиду то что он выступал на телемосту Марина потому что под реструктуризацией там целый ряд моментов может быть это может быть реструктуризация может быть и значит ну в первую очередь это разделение скажем так акций на имеющиеся и вернее имеющих своих владельцев и неименные то есть именные и неименные поэтому обычно компании делают реструктуризацию она такая как бы условная внутренняя реструктуризация и скажем так вот она предполагает отделение одних от других выплачивать скажем так сумма тогда более весомая и и там есть свои нюансы но это называть можно назвать процессом реструктуризации и кроме того с недофинансированием была информация что и низкий походу изобретатель да правильно правильно Марина он и целое бюро вместе но естественно генеральный конструктор он является сердцем всех идей удешевление давали удешевление вот одним из примеров я вам привел это целый комплекс работ который был проведен обратно к реструктуризации значит и что это значит для инвесторов это значит только благо для инвесторов если будет или когда будет проведена реструктуризация я пару слов об этом говорил но я называл это несколько иначе вернее не называл это реструктуризацией что еще может быть какая еще может быть реструктуризация это может быть то что ведь скажем так если совпадет выход выход Виктор там четко не сказал может быть он даже это имел ввиду что И поскорее всего он это имел ввиду, потому что может совпасть. А я вам говорил, что выплата дивидендов будет по результатам 2018 года. В течение 2018 года будет идти процесс подготовки выхода или на IPO, или на ICO. Может быть и туда, и туда. Причем, может быть и туда, и туда, кстати. Все зависит от того, какие решения примет генеральный конструктор, владелец, совладелец и главная компания. И какие рекомендации дадут те, кто нам будут помогать, консультировать нас для выхода профессионалы мирового уровня, мирового класса. И реструктуризация есть как один из элементов перед выходом, выводом акций на свободный доступ. Ничего страшного здесь нет. Это есть некоторые так называемые, скажем, изменения в каких-то, допустим, условия не будут изменяться. Вот в чем вопрос. Понимаете? Поэтому реструктуризация, там могут быть введены какие-то новые еще акции. Но дело в том, что то, что касается дивидендов, тут навряд ли. Скорее всего, могут быть какие-то решения, когда будут акции вводиться на биржу. Ну, а это уже отдельная история. Когда будет, тогда посмотрим. Страшного тут ничего нет. Так, идем дальше. Бериси, Грузия, Батуми, Анакле. Итак, смотрим, что у нас здесь есть. Смотрите, значит, вот порт Анакле, он здесь обведен таким кругом. Здесь пока ничего нету. Есть место, есть поселок там, есть много чего еще. Но еще больше сюда предполагается начать строить при строительстве. Кто слушал интервью с Анатолием Эдуардовичем какое-то время назад, где он говорил о выстраивании нового шелкового пути или великого шелкового пути, да, то, как ни крути, как ни верти, полагается, что, значит, скажем так, на Черном море трасса, когда мы говорим, или если мы говорим, а мы говорим об этом, китайский проект, который будет приходить через Казахстан, или, скажем, так называемый вот этот великий шелковый путь, международного пола порта, морского порта в Анакле, его строительство становится абсолютно стратегическим объектом для Грузии и для проекта. Сегодня те, кто планирует порт Анакле, они еще, ну, скажем так, косвенно представление имеют, очень все более активно, как бы, обращают свое внимание. Встречи, которые здесь будут, они будут тоже направлены для подачи информации людям, которые связаны с этим. Они очень заинтересованы, вот, и по всей вероятности будет, значит, подготовка встречи Анатолия Гвардовича или в Минске, в Мариной Горке, или же, значит, его визит в Грузию, вот, потому что это очень важный момент именно строительства вот этого порта. Он очень важен и для Грузии в первую очередь, ну, и, естественно, для всех партнеров, которые будут подключаться или когда подключатся к этому моменту, к этому проекту. Естественно, это для Азербайджана, для Армении, ну, это близлежащие страны по отношению к тому, где я сейчас нахожусь здесь. Вот, но, на что я хотел ваше внимание обратить? Это вы все сами в интернете можете увидеть, получить эти красивые картинки. На мой взгляд, прошу вашего внимания обратить вот на что. Посмотрите, значит, что здесь мы видим? Видим красивый, хороший харбор, порт, значит, причальные стенки, мощнейшие контейнеровозы, здоровенная площадка, заставленная чем? Да, контейнерами, прямо у причальной стенки, на сотни метров. Это, правда, ну, как бы рисуночек, но, тем не менее, он показывает то, на что проектировщики смотрят, или, вернее, что они видят здесь. А это не совсем такая, ну, скажем, рациональная вещь. Отсюда начинается, сюда надо порт завести пути. Теперь вернемся обратно, посмотрим, что здесь. А, здесь еще пока не видно, посмотрим следующий рисунок. Видите, что здесь происходит? Тоже одно визионирование, да? Здесь несколько иначе это показывает, но, тем не менее, более-менее такая же картинка. Здесь мощнейшие коммуникации надо подводить и так далее. Не проще ли, не проще ли, как Анатолий Дарьевич сказал, куда-то вывезти отсюда вообще, значит, подальше? Не надо строить и забивать здесь красивый пляжный. Где же мог бы быть пляж, дорогие друзья? Или, скажем так, вот в этом месте, смотрите, какая природа нарушается, да? Какие средства нужны для этого? А если просто взять с морской глубины, с какого-то расстояния, просто трассу провести, корабли, вот это все поставить значительно дальше, или вообще его не ставить, а поставить скале и причалы, и оттуда подавать контейнеры на расстояние значительно дальше, чем мы видим здесь. То есть, куда-то уже в различные места, в логистические центры. И это значительно проще, дешевле и экологичнее. Абсолютно экологичнее. Можно совсем не нарушать прекрасное Черноморское побережье застройкой порта. И вы же понимаете, что такое, скажем, стоянка таких судов у причальной стенки. Это очень непросто, это достаточно дорого. Поэтому это все и экологически очень опасно. Да, конечно, кто-то скажет, что и в море это не дешево. Ну, есть, что есть. Несколько месяцев... Виктор, он это упоминал при гипотетическом расчете дивидендов. Скорее всего, когда первая фраза мной высказана была правильно, это значит, что отделить надо будет, скажем, акции уже имеющие владельца и акции, которые пока принадлежат компании. Вот, это самый основной момент. Несколько месяцев я говорил, что во время будущего, на тот момент визита Кадырова в Беларусь, тот посетит компанию. Кадыров недавно был с этим визитом. Общался ли он с Анатолием Дорчевым или с кем-то из команды? Точно не знаю, не буду выдумывать, Владимир. Точно не знаю. Но если бы общался, скорее всего, мы это увидели бы. Я думаю, что нет, что-то там не совпало, по-моему, по срокам или по регламенту Кадырова. Ведь это же не просто так, что он приехал, захотел, зашел в этот ресторан, поехал на эту компанию и так далее. Эти регламенты очень жестко заранее расписываются. И внести даже какое-то, скажем так, в расписание какое-то изменение, это очень непросто. Это очень непросто. С этим связано много-много вопросов. Давайте не будем здесь обращать сейчас внимание. Так, теперь что еще по поводу порта в Анатолии. Смотрите, здесь сказано, что происходит, что в Анатолии проходит один из самых крупных морских каньонов в Черном море. Что это значит? Это значит, что такого рельефа морского дна, глубина здесь составляет более 20,5 метров. В Батуми это 14 метров, в Батуми здесь рядом, да. А поти всего 8,5 метров, это сильно ограничивает заход различных судов сюда, к причальной стенке. Вот. И это ведет к тому, что здесь проектировщики и визионисты видят, что вот сюда надо ставить порт. Ну, не надо его. Здесь пускай будет красиво зеленая природа, а порт может быть, он может быть порт. Но только одна трасса будет здесь проходить, или, ну, не одна трасса, а, скажем, сеть трасс, по которым будут доставляться грузы в соответствующие логистические центры. И причем подальше от жилого массива, от культурно-развлекательного, от бальнеологического, как бы, бальнеологической среды и так далее. Значительно дальше. И эта возможность есть. Теперь смотрите. Что еще здесь важно? Это значит, что порт сможет принимать больше... Да, может. Он может это принимать. И уже не потому, что здесь 20,5 метров так называемой морской... Глубина морского дна или рельефа каньонов. Поэтому это все очень важно. И вот такие моменты надо учитывать. Но всякий проект требует предыстории. Здесь, к счастью, или... Ну, посмотрим, время покажет. У проекта есть уже значительное, как бы, продвижение. И, по всей вероятности, что-то уже сильно отменить нельзя будет. Но рационализировать очень сильно можно будет. И это сможет удешевить и проект, и послужить делу экономики всех тех, кто будет связаны с этим возникновением здесь прохождения. В том числе и в анаклиский порт, ветви нового шелкового или большого шелкового пути, великого шелкового пути на его возрождении. Теперь смотрим дальше, дорогие друзья. А, стоп. Извиняюсь. Сейчас посмотрим, что у нас тут было. Значит, анаклия. В Белиси будет, я уже говорил, что будет завтра конференция. И в воскресенье будет конференция в Батунии. Если у вас есть знакомые, дорогие друзья, есть кто-то, кто по структуре с вами связан, пожалуйста, не поленитесь. Найдите и желание, найдите и желание, и возможности с ними связаться. Дайте им информацию, чтобы они обратились. Потому что люди порой просто как белки в колесе бегают. И только тогда, когда кто-то туркнет со стороны, на важный момент обращают внимание. Но в нашем кабинете есть хорошая информация. Один из роликов я вам показывал. Поэтому, пожалуйста, дайте информацию дальше. Посмотрите сами. Это тоже полезно посмотреть, что где происходит. и передавайте информацию. Даже такая передача информации, она делает нас сопричастными с проектом. И мы делаем этим самым свой вклад. Дальше. Коротко о криптовалюте. Это не моя как бы ипостась пока, когда пока идет разбирательство, познание этого дела. Я тут свои пять копеек время от времени вставляю. Значит, смотрите, что сегодня важно нам здесь знать. Обращу ваше внимание, кто не слышал. Сегодня по различным информационным каналам прошла информация, что Центральный банк России, а это серьезная организация, да, оно, с одной стороны, как бы признало технологию и обозначило, что да, блокчейн – это важная технология. И как бы Центральный банк говорит этой технологии «да». Что это значит? Это значит, что Центральный банк начинает опираться, начинает смотреть, как эту технологию использовать в развитии банковской системы. Это и хорошо, с одной стороны, с другой стороны, это плохо. Но даст Бог, ума хватит и как-то правильно в развитие встроить эту технологию. С другой стороны, было сказано «нет крипто». Пока нет, потому что они не знают, как это делать, как правильно построить процесс, как это увязать с налоговыми делами и так далее. Поэтому этому было очень четко сказано «крипто» – нет. Поэтому нам надо очень четко понимать, почему так произошло. Потому что блокчейн – это технология, технологии банка Сэролда. Что такое крипто? Это средство, построенное на базе этой технологии. Ему сказано «нет». Это равносильно тому, как сказали бы, кто-то сказал, что «да», говорим мы технологии «Скавей», «нет», говорим какому-то, ну, я не знаю, там, вагону, например, который, ну, не подходит нам, не знаем мы, как им еще пользоваться. Вот примерно так поступил Банк России в отношении, значит, и, скажем так, криптовалют, даже так, скажем, блокчейн-технологии и криптирование, скажем так, правильно. Вот теперь в Европе. В Европе тоже происходят, ну, скажем так, не совсем явные процессы, потому что некоторые страны-парламенты принимают решения, стыкуются, заслушивают экспертные оценки своих центральных банков, которых, на мой взгляд, никакого смысла уже нет, потому что практически у большинства стран Европы, не буду говорить за других, скажу за свою маленькую Эстонию, у нас центральный банк есть, банк Эстонии, он называется, но валюты-то уже нет у нашей, у нас евро, поэтому у него нет смысла, а Евробанк находится совсем в другом месте, и поэтому центральный банк должен быть один, вот, но это издержки, скажем так, у нас даже нашу крону, после того, как ввели в 2010 году евро, быстренько, поспешненько ее взяли, все уничтожили, не знаю почему, но история еще разберется с этим вопросом, поэтому вопросы идут и по миру, и Китай там различные движения делает, о чем это говорит, это говорит о том, что мировая финансовая система барахтается, она вроде бы видит, что есть соломинка, но боится за эту соломинку схватиться, слава богу, банк, центральный банк России сказал, да, соломинку мы признаем, блокчейн мы признаем, не важно там блокчейн, дакчейн, там, любую, одним из них технологию криптирования, там разные нюансы есть, а вот как с нею поступить, мы еще не знаем, поэтому говорим, что с этим средством еще будем разбираться, пока говорим нет, вот. То же самое происходит и по миру, в той или иной степени, с одной, с большей или меньшей, как бы, ну, скажем так, напряженностью. Откуда дивиденды? Давайте еще раз посмотрим, откуда у нас дивиденды. Напомню вам, напомню, дорогие друзья, идет у нас десятый этап, это хорошо, что мы это помним и знаем, механизм и источники накопления прибыли для дивидендов. Кстати, вот о том вопросе, который был задан, что такое реструктурируемое, вот сейчас мы здесь как раз можем немножко и посмотреть это дело, да. Смотрите, средства на дивиденды, они накапливаются из различных проектов, проект 1 до 101 проекта или до 1101 проекта. У каждого проекта что есть? Есть прибыль, есть свой оборот или свой какой-то, ну, скажем, поток, доходная часть, с которой высчитаются расходы, появляются прибыли у каждого потока. Эти прибыли, их часть определенная, в зависимости от того, насколько Global Transport Investment, то есть GTI, участвует в этих проектах и как он там участвует. Но все равно, мало ли, больше ли, сколько процентов, от этой прибыли поступает на большой-большой котел Global Transport Investment. Суммарная прибыль от всех проектов. Теперь, что делает Global Transport Investment? Он в первую очередь, подводя итоги за 2000, будем говорить за 2018 год, это будет начиная с января месяца 2019 года. Подводя итоги, где-то обычно разбираются в течение трех месяцев, это к марту месяцу становится, а у многих компаний еще больше у корпораций, потому что там очень много есть бухгалтерских нюансов. 20% от этой прибыли откладывается и говорится, вот это пойдет на дивиденды. Теперь смотрят, ага, дивиденды, куда? Есть компания, который, кто у нас владеет? У нас только владельцами привилегированных акций являются две компании. Правильно? Ими являются Евразия НРЭСКОЙ СИСТЕМС ХОЛДИНГ, и Евразия НРЭСКОЙ СИСТЕМС ХОЛДИНГ 2. И поэтому, в зависимости от того, каковы акционерные капиталы этих компаний, эти дивиденды все выделяются сюда. И вот реструктурирование может как раз быть то, что, допустим, сюда поступило какое-то количество прибыли на дивиденды, или это дивиденды и есть сюда, да? Вот, но компания смотрит, что, допустим, из 70, сколько там, 70, 70, 70, сколько там, миллионов было этих, здесь я хируюю, нет? Ну, в общем, из 76 или там 73, 73 миллиардов акций, допустим, 50%, 40% всего в руках у акционеров, да? А остальные являются акциями компаний. Вот, и реструктурированием является принятие решения, сколько, значит, зачем просто вот оставлять прибыль здесь компании на деятельности этой компании нету, хозяйственной деятельности. Ее единственная деятельность, это и второй компании, Евразия НРЭСКОВИС СИСТЕМС ХОЛДИНГ, и обоих компаний, у них соблюдение интересов акционеров. Вот здесь как раз возникает момент реструктурирования, то есть как реструктурировать эту прибыль, которая пойдет уже на дивиденды, видите здесь внизу дивиденды, акционерам этих двух компаний. Понятно? Так что здесь очень такой хороший, в общем, важный момент, который надо учитывать, дорогие друзья. И дальше, я здесь обращу ваше внимание на тот момент, о котором мы говорили уже, вот что, смотрите, то, чем мы сейчас занимаемся, очень важно, поток прибыли от X проектов, от X проектов, от X проектов, от N проектов, от первого, до миллионного, до десяти миллионного, или там до сотого, до сто первого, прибыль эта поступает, этот процесс известен, я вам показал его, она идет сюда, Global Transport Investment участвует, и со всех этих проектов идет нам ручеек накопления прибыли на дивиденды нам акционеров. Теперь все другие проекты, доходы от других проектов, там локальные, это тотально, а это локально. Мы сейчас с вами участвуем вот в этом процессе. Давайте, строите свою технологию, ой, извиняюсь, свою стратегию на то, как воспользоваться этим моментом, дорогие друзья. Да, дальше тоже будет неплохо, это сродни тому, что кто-то говорит, о, я только на десятом этапе вошел, я уже столько потерял, но ты не потеряешь еще больше, все равно ты выигрываешь. Мы уже говорили, каково соотношение, каковы, значит, дисконты, и уже на пятнадцатом этапе тоже будет выиграть, но ты все равно будешь находиться на этом корабле, в этом вагоне, вот в этом, как бы, пакете, или в этом сообществе, которых людей, которые будут получать свой пассивный доход. Да, конечно, можно и пойти, и попасть сюда, но там сравнительно, сравнительно иные эти моменты, сравнительно меньше доходность, или, скажем, вариантность, ну, скажем, тоже, но все равно будет выгодно, но несравнимые. Здесь миллион проектов, и здесь один проект. Он, в свою очередь, даже от этого проекта, все равно мы, кто мы не участвуем здесь, не являемся акционерами, не участвуем, мы все равно получим свою долю. Все равно сюда, где-то какая-то доля сюда упадет, на ту сумму дивидендов, которую мы будем получать. Поэтому я прошу вас очень четко это учитывать, и строить свою технологию. Опять технологию, свою стратегию, значит, инвестирование. Потому что я буквально сегодня мне человек звонил, по телефону просил совета, мы там с ним о технологии говорили, вот она мне теперь крутится на языке. Но он, в первую очередь, ну, просил от меня, что вот как я бы, я говорю, я четко поступил бы так, но ты делаешь, и ты принимаешь свое решение. И вот примерно в общих словах я это же самое сказал. Поэтому я посчитал необходимым сегодня и вам, коллеги, друзья, показать этот момент, чтобы вы его не забывали. Ибо мы с вами, желаем мы того или нет, находимся зачастую в роли белок, которые крутятся по колесу. Вроде бы бежим, а впереди, значит, ничего, кроме крутящейся дороги, нет. Поэтому постарайтесь со стороны посмотреть на это. И вот вам, скажем, визионирование. Пример расчета на, примерно, миллион акций, налогом они облагаются. Виктор, значит, ну вы же грамотный человек, через что поступает прибыль через совместные компании? Александр, да нет. Смотрите, значит, прибыль поступает по, через, от проекта она поступает в Global Transport Investment. поступает она за счет участия того, что Global Transport Investment является генеральным подрядчиком практически всех проектов, которые будут строиться по технологии Скавей. Там, независимо от того, каково его участие, минимальное участие, есть стратегия генеральной или главной компании, стратегия такова, не менее 25%, а выше там сколько проект позволит. Вот смотрите, здесь дальше есть такой нюанс, который мы тоже вам... Смотрите, вот создается проект, например, структура организации проекта, фирма, управляющая проектом. До этого создается, может создаваться, а ее может и не быть, но Global Transport Investment и инициаторы проекта договариваются о том, как они готовят этот проект. И здесь, как правило, у Global Transport Investment участие 43%, от 20% до 43%. Это при условии, что здесь есть еще совместная компания. Поэтому Global Transport Investment и те, кто инициировали проект, за счет фирмы, ведущей подготовку проекта, участвуют. Эти от 10% до 25%, это от 20% до 45% отсюда. Таким образом Global Transport, а здесь она превалирующий участник Global Transport Investment. Не будем даваться сейчас в расчеты. Вместе значительное участие в этом проекте и, скажем так, от половины и выше. От половины и выше может быть. Вот отсюда. И эта фирма, управляющая проектом, получает свои определенные результаты. Вот она. Это одна из них. Это какая-то одна из этих компаний, извиняюсь еще назад. Это какой-то один из этих проектов. Первый, второй, может быть 101, может быть 99 проект. Оттуда поступает прибыль от деятельности в размере того, насколько эта компания участвует в этом проекте. Понятно, да? Вот. И тогда, таким образом, она проходит, эта прибыль проходит на расчет, вернее, это доход, эта прибыль является доходом для этой компании, я уже это показывал, а этот доход, снимаются расходы этой компании, и это все идет, уже прибыль делится 20% этой прибыли, которую получили, на дивиденды одной или второй компании. Таков, как бы, ход. Через что поступает прибыль? Понятно. Приведите, пожалуйста, пример расчета на примере на миллион акций. налогом, они облагаются. Виктор, значит, вы некорректно сейчас вопрос поставили, я примерно догадываюсь, что вы хотите сказать, а чего вы хотите приведите, пожалуйста, пример расчета, чего? Дивидендов на миллион акций? Я этот расчет приводил, посмотрите, в вебинарах, там как раз на миллион акций и сделан расчет, что, скажем так, если на одну акцию получается, если на одну акцию, ну вот возьмем, проще взять Евразин Релс Кавейс Системс Холдинг, да, если у меня здесь миллион акций, то Евразин Релс Кавейс Системс Холдингу надо получить, скажем так, и все акции находятся уже в руках акционеров, это при условии, да, при условии, что все 60 миллиардов находятся на руках акционеров, надо получить 600 миллионов, 600 миллионов дивидендов, чтобы каждый акционер получил 1 цент, 1 цент на свою акцию, и я являюсь владельцем миллиона акций, получив на одну акцию в 1 доллар 1 цент дивидендов, я получаю 10 тысяч долларов за год дивидендов, понятно, да, а это, когда-то я там раньше, в начале года, неоднократно рассматривал эти примеры, они показывают, что это сравнительно реальное, реальное, ну, реальный процесс, он достижимый, и не столь сложно это все сделать. Так, значит, понятно, дорогие друзья, здесь немножко тоже разобрались, я не случайно вам напомнил и привел еще вот эту схему, это для того, чтобы понимать, как тут с адресным проектом, кстати, мы в эту поездку, будут встречи здесь, и уже реальная речь пойдет, это как бы в добавлении к тому, что в той части, где мы говорили о Тбилиси, Грузии, извиняюсь, Тбилиси, Батуми и Анакли, два реальных проекта, Анакли не является одним из них, два реальных адресных проекта, как бы подготовительная часть по ним будет вестись, причем участники серьезной организации, две из них государственные, одна частная. Так, значит, дальше. Что еще важно? Я еще сегодня там было сказано у нас в чате, что сегодня будет такой телеграфный стиль, сжатый. Спасибо, Артур, если, ну не если, мы увидимся с вами в Атуме, обязательно подходить. стратегический момент для представления сценариев. Это тоже важно знать. Одно дело накапливать свой портфель, акционерный портфель, строить свою стратегию, и это правильно, кстати. Я еще раз напомню и вам, я буквально вчера был на записи одного интервью на целый час, но, видимо, времени, эфирного времени в телевидении в Эстонии дадут минут 45-50. Это очень такая актуальная передача. Вот, и там обратил внимание и тот человек, который готовился, очень сильно готовился, задавал мне вопросы, мы отвечали вдвоем с моим одним очень молодым эстонским коллегой, он и спортсмен, он и студент, единственное, что нельзя сказать, что он комсомолец, но это он волонтер и активный участник продвижения технологий сковей в Эстонии и за ее пределами, кстати. Миккель его зовут, вот, и мы с ним отвечали на вопросы, и ведущий несколько даже как бы подскочил, когда я обратил его внимание на следующее. Мы плавно перешли от темы, что, ну да, народное финансирование, что это хорошо, что это не пирамида, я пояснил, почему это не пирамида, очень просто, вот, и он говорит, ну да, тогда почему бы и нет, я говорю, ну, дорогие друзья, вот, никто никогда не говорит о том, что это к тому же еще и социальный проект, социально-экономический проект, так называемый благополучие населения, благополучие людей, потому что в скором будущем к сожалению или к счастью придется забыть о том, что государство обязано платить всем пенсию, потому что национальные государства, ну, это отдельная история, у меня есть свое видение, я, это не столько мое, сколько вообще, ну, в общем смысле уже умы человечества нынешнего, понимают, что национальные государства начинают потихонечку себя изживать, потому что они, ну, не способны будут в ближайшие 25 лет, вот, поэтому социальный проект, он в том, как бы выражается, что технология Скавей дает возможность аккумулировать, капитализировать свои средства в большом, как бы, сообществе инвесторов, усиливая за счет этого, получая синергетическую, синергию, и в конечном итоге создав мощный, не я один, не на 100 таких, как я, хороших, больших, умных, мудрых, и еще более мудрых, и еще более умных, еще, ну, в общем, колоссально богатых, трудно это сделать, а большим сообществом 400 тысяч, 500 тысяч, 600, миллион человек, это вполне возможно. Мы создаем, капитализируем через технологию Скавей, которую разработал, начал разрабатывать, разработал и разрабатывает Анатолий Эдуардович, КБ, и все сообщество, мы с вами тоже участвуем в этом процессе, и тем самым мы создаем базу для получения пассивных доходов. Причем, если о пенсии мы говорим, то пенсия уходит вместе с человеком, когда он покидает, уходит в мир иной. Наши средства, наши дивиденды, к счастью, остаются нашим родственникам, нашим близким людям, нашим потомкам, которые добрым словом будут вспоминать наши мудрые решения. И это очень важно. А это есть и социальная программа. Это значит, что люди будут получать возможность получения вот этих самых пассивного дохода. Миллион акций, как я уже сегодня сказал, получение на миллион акций, очень реально, получение 10 тысяч долларов, а это, скажем, практически сценарий реальный. Как минимум. Не говорите нигде, что Маслов обещал, что я буду получать на одну акцию, один цен. Это как пример. Это как пример. Прошу вас это помнить и это передавать другим. Поэтому смотрите, стратегические моменты. Юницкий инвестирует все заработанные с проектом Space Wave. Поэтому поймите правильно, насколько дальновидным человеком является автор этой технологии Анатолий Городович Юницкий. Он неоднократно высказывал, обращая ваше внимание еще раз на это, это проливает свет и на возможные, скажем, такие другие каверзные вопросы, что цель автора этой технологии не зарабатывание средств и, скажем, почивать на лаврах, а получить средства для более мощного, более планетарного, насколько намного более планетарного проекта Space Wave. Предпроектные разработки и не округ потребуют до 100 миллиардов долларов. До 100 миллиардов долларов. Но дело-то в том, что это абсолютно реально, как говорит Анатолий Городович, переход земной цивилизации на новый путь развития обеспечит это. Снятие конфликтов между планетарной биосфейдерой и индустриальной техносферой. Средой, созданной Богом, то есть то, что природа создана Богом и средой создаваемой человечеством, цивилизацией, обеспечением сдвигом иноосферы к процветанию планеты. Вы видите, куда это, где стратегия, где представление сценария, откуда она идет. И средств на это потребуется более 2-3,5 триллионов долларов. Абсолютно реальные средства. Как Юницкий говорит, это можно практически в ближайшее время сделать, но для этого еще нет всей инфраструктуры. Хотя денег можно сразу спокойно собрать. так, нам есть вопросы налогообложения участников от их статуса. Слушайте, давайте будем исследовать мудрости бабушки Сергея Сибирякова. Давайте доживем до этого момента и разберемся. Мы не знаем, что произойдет к тому моменту в налогообложении, друзья. И что сейчас тут сильно тренироваться в расчетах. Правильно, Денис, спасибо для реализации Скайвей и дойти до Спейсвей грузди в Денис. Вы знаете, дело в том, что я думаю, что этот срок 20-25 лет надо будет. Если прижучит, как говорит Денис, а уже прижучил, это практически одно поколение у нас осталось времени, то я думаю, это может пойти быстрее. Но все очень сильно зависит, по какому сценарию наша цивилизация будет двигаться. Я немножко останулюсь еще на этом чуть позже. Перед тем, как мы завершим сегодня. Не переживаю, останется наследником. Правильно. Смотрите, буквально два слова, что очень много зависит от того, сейчас кризис в науке, в культуре, в образовании, в воспитании. Возможен ли прорыв? Зачем он нам нужен? Возможен. Зачем он нужен? Для того, чтобы находясь в технологическом укладе, переходя в новый технологический, шестой технологический уклад, мы бы правильно распорядились социальным укладом и экономическим укладом, который, вот это все между собой очень связано, и повлияли бы и смогли бы управлять, не управлять даже, а правильно влиять на изменения, на благостные, на позитивные изменения в новосфере, биосоцио, то есть, новосфера, это соединение и биосферы, и социо, то есть, общественного уклада, и тогда, а на это влияют планетарные проекты. Скайвей, один из планетарных проектов, и очень сильно влияет, ровно как вчера тоже прозвучало в этом интервью, он говорит, да, линейный город, это же настолько мощно, это же совсем новый уклад, так и было сказано по-эстонски, что это новый уклад по возможности поднятия и развития сельской жизни. Да, абсолютно правильно, ничего не скажешь. Вот, поэтому мы об этом еще более подробно говорим, что сегодня мешает человечеству объединиться? Много что мешает, непродуманно отсутствует модель объединения, форумы, в принципе, очень много проблем. Не соответствует, я вас сейчас просто пугаю, говорю я, не соответствует уровню социально-экономического развития стран, различных национальных государств, так далее, политические противоречия, очень важные, прошу задуматься, кто думает иногда на эту тему, капитализм, это связан с рынком, рыночным, рыночным хозяйствами, или коммунизм, рыночный, с рыночной экономикой, и так далее, и так далее. Ведь смотрите, посмотрите на Китай, да, у них тоже есть проблемы, не будем даваться причины, почему. Поэтому не надо отметать то, что с грохотом якобы провалилось, не состоявшись через, так называемую, социалистическую фазу развития. Но, это теория, и здесь есть очень много над чем подумать, и я думаю, так умные головы человечества сейчас над ним ломают, ломают голову, но мы их не слышим пока открыто, хотя интернет уже позволяет многое знать. Значит, наличие колоссальной запасов оружия, массового поражения, это страшно, эти запасы развиваются, все больше и больше стран находятся в преддверии как владельцев ядерного оружия, это непросто. Новый этап холодной войны, локальные войны, терроризм, все ясно, неэффективность глобальных политических институтов, их надо перестраивать, для этого надо очень много потрудиться, но это же есть, дорогие друзья, новосфера, где с одной стороны биология, с другой стороны социум, различия в ресурсных базах национальных экономиках. О чем это говорит? Планетарное развитие, очень четко, многие авторы говорят, планетарное развитие только тогда, когда мы будем говорить о планетарных экономике, о планетарной экономике, а не каких-то, да, база это национальные экономики, но как их строить, как сделать так, чтобы вся планета развивалась бы по одной технологии, и не по одной, а по совместной синергетической технологии. Взаимоисключающая и конфликтующая картина мира и идеологии. Очень много споров. Но я думаю, что все идет к тому, чтобы мир пришел к четким решениям и критическая масса здравомыслящих людей в любом случае прирастает. При возможности я вам это покажу и расскажу. Углево-лагородная экономика как основа экономики ведет к губительному нулу. Она потихонечку сейчас начинает отходить. Даже у китайцев появилось так называемое средство передвижения, которое двигается по неизвестным природным или физическим законам. Нет закона типа, как знаете, вот киндзадза, гравицапа. Там непонятно, как она двигалась. Но она поднималась и летела. Передвигалась. Причем могла передвигаться очень нехило. Точно так и китайцы сейчас разработали. Она причем даже похожа на гравицапу, как два ведра вместе соединенных. И передвигается по неизвестным законам. Ведутся испытания. Поэтому много уже что здесь есть. Примитивность массового сознания. Кто? Что? С каким ресурсом? Как? Когда? Эти вопросы очень важны. Но можно говорить о том, что сидеть на кухне и говорить, что мир весь катится, Бог знает куда. Ну а ты-то, ты кто? Ты начинаешь думать, что ты предпринял? Что? С каким ресурсом ты обладаешь? Как ты будешь действовать? Когда? Будешь ли ты вообще действовать? Или как ты будешь рассуждать? И на завершение. Какой свой вклад в общее дело я еще могу сделать? Что я сделаю? Как? С каким ресурсом? Когда? Какой ресурс я для этого имею и еще должен привлечь? Что мне для этого еще нужно? И опять-таки, что? Как? Когда? Поль с этой моделью, друзья. Гравитсапу. Ссылочку. Татьяна. Хорошо. Только по знакомству дам ссылочку. Останется так. Давайте, когда сделают новый меморандум? Сделают. Ага. Хороший вопрос. Спасибо, Алекс. Новый меморандум, он в работе. Значит, если кто заметил, появился не меморандум. Меморандум не просто новый. Его физически просто сделать, но все время хочется туда больше вставить головной компанией. Есть целый ряд вопросов стратегического порядка. Это и надо будет определиться с этапностью. Вот кое-какие корректировки произвести. Стоит вопрос, вообще нужно ли это делать или не нужно. По-разному. Эксперты говорят, а что дергаться-то в 2014 году? Мы были настолько умны, насколько мы были. Был создан бизнес-план. Да, его корректируем. Корректируем. Корректирует, значит, и поэтапную экономику. Да, корректируем. Жизнь ставит вещи на свои места. Теперь стоит вопрос, что, в каком объеме сделать? Вот все зависит от этого, а не от чего-то другого. Это раз. И второе, то, что, значит, эксперты не рекомендуют все, учитывая то, что в мире происходит, не рекомендуют все балансы выставлять в меморандуме. Поэтому сейчас стоит вопрос, что выставлять и выставлять ли вообще там, значит, все балансы или аудиторские отчеты и в каком объеме их выставлять. Вот. И поэтому аудиторский отчет ЗАО «Струнные технологии» выставлен отдельно, не меморандум. Это в РСВ можете найти. Владимир, да, свой инвестиционный меморандум датирован 2000 и не переведен на русский язык. Как не переведен? Есть. Александр, есть на русском языке. Вы полистайте, там есть Skyway Capital. Посмотрю. Может быть, я что-то не досматривал. Хорошо, спасибо, Александр. Законно ли инвестирую из Беларуси? Много разговоров ходит. Мишель, значит, а что тут незаконного? Вы даете в кредит. Вы кредитуете, даете в долг компании, которая развивает, причем развивает в вашей стране, дает, капитализируется в вашей стране сейчас. Что тут незаконного? Это не надо регистрироваться. Там у вас есть товарищи, которые, или господа, или, ну, как там назвать, в общем, коллеги наши, которые выяснили с юристами, что если правильно все делать, то можно спокойно делать ничего там. Не надо декларировать, что вы куда-то за границу инвестируете. Это капитализируется в Беларуси. На головном есть, вот-вот, Артур, правильно. Спасибо за поддержку. У меня уже иногда бывают эти ролики за шарики заходят, я не все помню, где что в действительности есть, потому что приходится очень много по материалам постоянно шарик искать. Так, спасибочки. Хорошо, спасибо, дорогие друзья. Мы уже ровно час проработали с вами. Я благодарю вас за участие, за ваше родение этим проектом. Мне было приятно с вами провести это время, дать то, что я смог дать вам, и стремиться вперед. Желаю всем доброго здоровья, вам, вашим близким. Берегите себя, строй сковей, спасай планету. Спасибо. До скорых встреч. Спасибо Алексею Дьякову, который мне сегодня помогал. Он куда-то пропал, потому что он из автобуса одно время помогал, а сейчас, я смотрю, не вижу его здесь. Спасибо, Алексей, если вы еще здесь. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.